В общежитии по улице Адмирала Макарова, 20А, система коридорная. Общий туалет расположен этажом выше, как раз над этой квартирой. От неожиданного потопа прорвало канализационный стояк. Галине с 4-летним ребёнком пришлось спасаться бегством, благо приютили соседи. Теперь хозяйке предстоит долгий и дорогой ремонт. Вот моя комната, потолок у меня упал, стены у меня гипсокартон, полностью вся комната обшита гипсокартоном, пострадал у меня диван, детский диван, на котором у меня ребёнок спит, дочка маленькая, 4 года, пострадал телевизор, микроволновка. Три дня назад Галина сделала заявку в управляющую компанию АДС. Там обещали помочь откачать воду из туалета. Но своего обещания не выполнили. Над квартирой Галины плещется канализационное озеро, и вода в нём продолжает пребывать. Вот эта вот вода находится на моей квартире, которая в результате окажется у меня. На третий день ожидания Галина ещё раз пришла в управляшку, чтобы напомнить о своих проблемах. На этот раз вместе с нашей съёмочной группой. Однако офис коммунальщиков как будто вымер. Пустые коридоры и запертые кабинеты. У нас здесь печер здесь. Здравствуйте. Мы вот по вопросу адмирала Макарова, 20А. Затапливают. Нас затапливают. Работников нет никаких. Вот скажи. Мастеров заявка. И пройдите по коридору последней двери на левое отношение. Там закрыто. Где мастера найти? Ну я же вам сказала, напротив мастера. Всё, приехали. Так всё-таки за чей счёт будут делать ремонт в квартире пока непонятно. Но женщина собирает документы в суд. Кстати, к ней могут присоединиться и соседи по первому этажу, которых тоже может затопить, если аварию не устранят. Сегодня жители дома обрывают телефоны аварийной диспетчерской службы. Вода из общего туалета уже начала просачиваться в коридор. Георгий Атанасян, Михаил Жилкин, Дмитрий Кузнецов. Лепестское время.